МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала 1-й карагандинские новости в суде Гульнуржаке. В начале выпуска коротко о главных событиях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свыше 350 казахстанцев получили обморожение за последние 6 дней аномально низких температур. В Караганде с обморожением госпитализировано 4 человека. Один из них скончался. Теперь молодежь имеет возможность найти работу без лишних усилий. На днях в карагандинском каворкинг-центре состоялась презентация специализированного сайта. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Непобедимая и легендарная Нина Николаевна Сорокина. В Караганде отметили 100-летний юбилей ветерана Великой Отечественной войны. Всю свою жизнь посвятившие медицине. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свыше 350 казахстанцев получили обморожение за последние 6 дней аномально низких температур. Больше всего пострадавших почти 100 человек в Карагандинской области. В областном центре госпитализировано 4 человека. Один из них скончался. В Караганде суровые морозы спровоцировали рост пациентов, поступающих в медучреждения с обморожениями. Контингент таких пациентов из года в год не меняется. Чаще всего конечности отмораживают бездомные, злоупотребляющие алкогольными напитками. Однако есть пациенты, которые в силу обстоятельств долго находились на улице. С начала января в областном центре травматологии имени Макожанова были госпитализированы более 40 человек. За последние два дня в центр поступило 4 человека. Один из них скончался. У них тоже поступили к нам 4 больных. У них все очень глубокие отморожения до четвертой степени с некрозами. Переобращены сразу к больным. Мы имеем возможность спасти конечности до определенного уровня, ввести лекарства в артерио-интериодирование введения препаратов. К сожалению, они сразу к нам не обращаются. И получают такие отморожения. И сходы очень печальны. Медики заявляют, что лечение таких пациентов может растянуться на несколько месяцев. Врачи просят людей быть более осмотрительными и при любых подозрениях на переохлаждении и обморожении немедленно обратиться в медицинское учреждение. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тенаман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Теперь молодежь имеет возможность найти работу без лишних усилий. На днях в Карагандинском каворкинг-центре состоялась презентация нового сайта по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. В последнее время у молодежи появляется все больше возможностей. Теперь молодым людям больше не нужно ходить по различным организациям в поисках работы. На новом сайте imbegov.kizet доступно изложено то, как можно найти работу, пройти обучение, специальные курсы, а самое главное, какие документы необходимы. На презентации портала в Караганду прибыл вице-министр труда и социальной защиты населения. Сайт imbegov.kizet создан специально для того, чтобы на пальцах удобно разъяснять, показывать, какие условия есть у программы занятости, какие условия, как подать, кто подпадает под условия, каким образом можно обратиться, куда обратиться. Потому что на самом деле сейчас, например, основные сайты, где-то можно уже сейчас смотреть информацию, зачастую они расписаны на достаточно сложном для обывателя языке. Данный сайт разработан в рамках проекта imbe-kizol, основной миссией которого является повышение уровня занятости и благосостояние молодежи. Идея открыть такой сайт появилась еще в октябре прошлого года. Уже сегодня есть результаты. Кроме того, на сайте имеется вкладка imbe-kizol. В качестве пилотного региона мы выбрали Караганинскую область. Сейчас здесь мы реализуем. Здесь на базе программы сайта создана вкладка imbe-kizol, где там четко показано направление программы. Например, первое направление – это обеспечение участников как косточным профессиональным обучением. Второе направление – это развитие массового предпринимательства. И третье направление – это развитие рынка труда. Разработчики утверждают, что подобные порталы должны существовать во всех сферах. Стоит отметить, что по всей стране полным ходом действует государственная программа занятости. В этом году ее ждет модернизация. Приказа министра обороны, ветеран Великой Отечественной войны Нина Николаевна Сорокина награждена медалью Ель-Хоргана – защитника Отечества первой степени. 26 января во Дворце культуры Нового Майкудока состоялось чествование ветерана, который в этот день исполнилось 100 лет. Полковник медицинской службы в отставке Нина Николаевна Сорокина родилась 26 января 1919 года в селе Рассош Репьевского района Воронежской области. После окончания Воронежского медицинского института в 1942 году была призвана на фронт военврачом. Воевала в составе Сталинградского, Донского, Южного и Четвертого украинского фронтов. Принимала участие в Сталинградской битве, освобождении Украины, Крыма. За годы войны на счету военного врача Сорокиной сотни спасенных жизней. За проявленное мужество и отвагу награждена Орденом Великой Отечественной войны третьей степени, многочисленными медалями, среди которых за боевые заслуги, за оборону Сталинграда, за победу над Германией. Особенно мне дорога медаль за оборону Сталинграда. В Караганде я была награждена Орденом Трудового Красного Знамени, знаком Отличника Здравоохранения СССР. Самая последняя дорогая награда, это уже Назарбаева меня наградили. Медаль Елене Бедюши. В честь 100-летнего юбилея приказом министра обороны Нина Николаевна награждена медалью Елкурганы первой степени. За весомый вклад в укрепление здоровья и военно-патриотическое воспитание призывной молодежи и в честь 100-летнего юбилея приказываю наградить медалью Елкурганы первой степени подполковника медицинской службы в отставке Сорокину Нину Николаевну, ветерана Великой Отечественной войны. После войны Нина Николаевна работала в местных органах военного управления Караганды. Всю свою жизнь посвятила военной медицине. С 1963 по 2001 годы руководила военно-врачебной комиссией Октябрьского районного военкомата. Находясь на заслуженном отдыхе, принимает активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Вся наша жизнь, испытания войны и мирное служение – это беспримерный подвиг труда, долгой человечности. Вами пройдет необычно богатый жизненный путь, на который выпало немало испытаний и трудностей. Но сегодня вы стаетесь активной, со своей гражданской позицией, передаете вашу мудрость молодым, заряжаете уверенностью и оптимизмом. Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра. Для тысяч карагандинцев вы всегда будете оставаться почетным гражданином, высоким профессионалом, наставником, инноватором, гуманистом. Пусть здоровье будет крепким, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякают, а близкие люди радуют своей заботой и вниманием. С уважением, Аким города Караганды, Ауфа Герас, Дурлан Геребаевич. Юбиляра с днем рождения поздравили военные и школьники, спасатели и полицейские, представители ветеранских организаций, а также ее ученики. Каждый желал юбиляру крепкого здоровья. Нина Николаевна, в свою очередь, озвучила три самые главные ценности для человека. Это здоровье, Родина, защита Родины. Пусть все это все меня, укрепляйте свою семью, особенно в военном я обращаюсь. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В рамках акции «В переработку» в карагандинских школах установят контейнеры для раздельного сбора мусора. В них можно будет выбрасывать бумагу, пластик, железные и алюминиевые упаковки, стекло и тетропакеты. Акцию проводит Фонд развития общественно значимых инициатив совместно с Управлением образования Карагандинской области. Ее цель – показать школьникам возможность раздельного сбора мусора. Сегодня экология земли находится в катастрофическом положении. Грязный воздух, плохая вода, радиация – список можно продолжать вечно. Чтобы получить чистый и качественный продукт, людям нужно отдать много денег и приложить немало усилий. А ведь раньше можно было справиться и без этого. Экологическая акция «В переработку» создана, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Это режим народная акция, которая сегодня активно работает во всех регионах местных местах. А Казахстан – это большая, которая сегодня в том же время является рекомендацией этого процесса. Давайте сделаем это действительно как готовить чистый город, как мы и красный город. А нам с 2019 год. Для этого мы достигли в вашем будущем городе. Акция прошла в 78 образовательных учреждениях города Караганды. Одним из таких стала 93-я гимназия. Здесь акция прошла под девизом «Чистый дом, чистая улица, чистый город». Было организовано тематическое дефиле костюмов «Эко-мода», выступление агитбригад «Мы за чистую планету» и многое другое. Участники могли представить свои проекты в борьбе за экологию. Так Егор показал своего робота-мусорщика, которого он сделал из вторсырья. Он может очистить свою зону до 50 сантиметров. Он работает менее 10 лет. Если его будут ломать, то он посылает сигнал в СОС, чтобы ремонтники починили эту мусорную систему. В рамках акции был организован День пропаганды раздельного сбора твердых бытовых отходов. Также школьники Караганды смогли посетить завод по утилизации старых транспортных средств. Для поддержания победного духа дети принимали участие вместе со своими родителями. У меня двое детей. Учится дочка в пятом классе, сын в третьем классе. Они довольно активно участвуют в общественной жизни школы. Конечно, под руководством их классов руководителей. Это Салтана Татьпаевна, это Алима Шкушеновна. Они недавно приняли участие в сборе макулатуры. Также приняли участие в процессе формирования управления отходами. Акция в переработку – часть экологического конкурса «Эко-челлендж», который был инициирован Фондом развития общественно значимых инициатив при поддержке оператора РОП. Не стоит забывать, что люди зависят от природы и технологии не смогут заменить все ее красоты. Яна Гапонова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Далее о происшествии. В Караганде сверстники избили 11-летнего мальчика. Инцидент произошел 26 января днем возле одной из пиццерий города. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как упавшего на землю мальчика пинают ногами, стараясь попасть по лицу. Также на снегу отчетливо заметны следы крови. Сейчас избитый подросток находится дома. По словам матери, переломов и тяжелых повреждений он не получил, но из-за пережитого не спал всю ночь. В полиции заявили, что все участники инцидента установлены. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены все участники инцидента. В настоящее время начаты досудебные расследования по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть хулиганство совершенных группой лиц. Два уголовных дела заведено в Карагандинской области за нарушение миграционного законодательства. Областной департамент полиции озвучил итоги оперативного мероприятия «Мигрант». В ходе мероприятия полицейскими Асакаровского района установлен 31-летний гражданин Узбекистана, который за нарушение миграционного законодательства судом признан виновным и подвергнут административному взысканию в виде выдворения за пределы страны. Однако он до настоящего времени не исполнил решение суда. Данный факт зарегистрирован по статье Уголовного кодекса невыполнения решения о выдворении. За аналогичное нарушение законодательства сотрудниками управления полиции Жизказгана установлен 61-летний гражданин Азербайджана. При проведении оперативного мероприятия «Мигрант» за нарушение законодательства к административной ответственности привлечен 351 иностранец. К ответственности также привлечены 36 граждан Казахстана, 16 иностранцев выдворены за пределы страны. В заключительном матче домашней серии соперником карагандинской команды стал клуб «Динамо» из Санкт-Петербурга. Стоит отметить, что питерская команда – обладатель первого Кубка Петрова. У руля команды стоял нынешний главный тренер Сарарки Леонид Тамбиев. И матч против бывшей команды был для тренера принципиальным. С первых минут матча черно-желтые старались действовать активно в атаке. Это принесло плоды уже на пятой минуте матча. Эдгард Синксона нанес бросок по воротам. Голкипер отразил, но первым на добивании оказался Константин Соколов. 1-0. Во второй-третий матча карагандинским «Орлам» удалось реализовать большинство. Леонид Метальников мощным щелчком отправил шайбу в створ ворот, где Михаил Железнов переправил шайбу в сетку. 2-0. Во втором периоде карагандинцы действовали еще острее, но «Динамо» надежно играло в обороне. В третьем периоде всего 8 секунд потребовалось сырой арке, чтобы увеличить преимущество в счете. Автором третьей заброшенной шайбы стал Олег Ломако. А в середине периода точным оказался бросок Исаака Валицкого. 4-0. Впереди у команды четырехматчевая выездная серия. Во вторник, 29 января, первым соперником станет Воронежский клуб «Буран». Андрей Тан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Волгстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова